Гостя сейчас это Юрий Деревянко, народный депутат Украины. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Говорим уже с вами о том, как скоро в Украине можно будет услышать о средней заработной плате в районе 1000 евро. Вчера такое обещание услышали от премьера, что до конца 2017 года такой, по его мнению, будет средняя зарплата. В случае эффективной работы правительства и качественного, эффективного госуправления. Вот как вы относитесь к такой перспективе? Ну, все-таки можно улыбнуться и тогда ждет нас светлое будущее. Я, безусловно, дуже позитивно ставлюся до таких перспектив, але хочу сказать, что сегодня влада чинна, зараз, как и новый уряд повторяет курс старого уряда. А этот старый уряд, на превели киже, не до 1000 евро, а до страны третьего света. Когда тарифы поднимаются вдвече, когда коррупция процветает и никто ее не хочет расследовать, когда доступ граждан до судочинства и до выполнения судовых решений стает все сложнее и сложнее, и дороже, и дороже. То есть, фактически, обмеживается возможность даже защитить свои права. И это курс не до 1000 евро заработной платы, а курс до стран абсолютно отсталих третьего света. И этот принцип обманювать и красить, он, на превеликий жаль, пока продолжается. Поэтому, когда мы говорим о том, как быстро мы получим 1000 евро среднюю зарплату, я думаю, что получим, но не с этим урядом точно. И не с этой владой так же точно. Получим ли, удастся ли добиться такой средней заработной платы в Украине? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые телезрители. На сайте 112Е мы проводим голосование. Юрий, сегодня интересуемся мнением нашей аудитории. Давайте посмотрим на итоги опроса к этой минуте. Итак, за первый вариант, на это хочется надеяться, что зарплата будет такой, голосует 12% наших телезрителей. 33% считают, что нынешнему правительству не под силу такое зарплата в 1000 евро. И 55% большинство предполагает, что это в принципе, априори, в Украине невозможно. Такая зарплата. Юрий, вы солидарны с позиции, что в нашей стране такого не может быть вообще? Ну, там, учитывая практику лет независимости и власти, и кабинетов министров, президентов, парламентов украинских. Вы знаете, я оптимист. И я считаю, что если 90% Верховной Рады поменять, и в том числе выкинуть этот уряд, то это возможно. И тут нет ничего не возможно. Так само, как и, возможно, стало то, что мы абсолютно диктаторский режим выкинули из Украины. Я думаю, что если бы вы такие опитывания провели за пів года до того, как это сталося, то у вас был бы 1% уверенности, что это возможно. Поэтому в нашей стране это возможно. Но для этого нужно выкинути 80-90% присутствующих в Верховной Раде, перезавантажить и полностью сформировать качественный нормальный уряд, нормальных людей, которые имеют хороший светогляд, которые не имеют никаких, знаете, схильностей до того, чтобы не бывать в себе кишени. И на наступных выборах за них не голосовать, дать шанс краине оновиться. И это, конечно, возможно. И это 100% будет. Юрий, а как считаете, может быть, дать шанс Владимиру Борисовичу, в принципе, лично к нему, если говорить о персональном рейтинге, о персональном доверии, какого-то вот такого негатива нет? Если человек обещает, может быть, действительно знает, что говорит, может, знает, как этого добиться. Как вы к такой позиции? Вы знаете, я очень позитивно ставлю себя персонально к Володимиру Борисовичу и очень уважаю его как человек. И мы имели разговоры, даже на передоходе того, что поддерживать коалицию или не поддерживать. Я задавал прямое вопрос. Я задавал прямое вопрос Володимиру Борисовичу. Чи будет, если вы станете премьером, прекратится отказать с ПДВ, когда предпринимателям государства вы на гроши? Чи прекратится то безлад и коррупция на митнице? Чи начнутся реальные реформы и так далее? Он сказал, что так, я буду это делать. Вот пока еще мы этого не видим, чтобы это оставалось. Насеров, далее на месте. Тарифы ризко поднимаются. Никаких реальных кроков щедо реформ не происходит. Ситуация, связанная с тем свобильным, которое происходило и по протягиванию законов Генерального прокурора, мы видели свои очки, порушилось все. И Конституция, и регламент, и абсолютно все. Поэтому я понимаю, что хотелось бы так, чтобы было. Я понимаю, что мы хотим. И в том числе и каждый черговый раз, когда выбираем черговую владу, или даже при призначении чергового премьера, мы верим и маем сподевания. Но кроки пока что свидетельствуют про зворотню. Поэтому персонально шанс такой, звичайно, он имеет. И мы будем поддерживать, если эти кроки будут именно такие. Но если кроки будут иначе, будем так же четко про это говорить и стараться сделать все, для того, чтобы никто из тех плохих людей, которые тянут в другую сторону, або не хочет никаких изменений, або наоборот хочет законсервировать, або еще лучше сделать нашу, из Украины, страну третьего света, то, конечно, мы при этом не будем давать возможность им таки делать. Но пока вот о достаточно необходимой поддержке парламента Кабмину Гройсмана говорить не приходится. Коалиционных голосов не хватает, а остальные фракции, в преобладающем большинстве, порой депутатские группы конкретные поддерживают, да, или там какие-то отдельные полицилы. Но вот такой поддержки нет. Продолжают блокироваться трибуны радикальной фракции. Вот хотел вас спросить, вот как вы думаете, с ТСК как все кончится? Потому что до каких пор нам увидеть радикалов у трибуны? Ну сейчас там есть уже какие-то места для более комфортного их там пребывания. Там чего угодно тогда может уже появиться телевизор, компьютер. Вы знаете, вы говорите про то, что нет поддержки в парламенте. А звідки вона может взяться, когда нет коалиции де-факто? Вона, возможно, де-юре и есть, но де-факто и де-юре, может быть, нет. Потому что ни закону про коалиции нет, ничего. И де-факто и нет. Но что есть? Есть у партнеров бывшие регионалы, есть у партнеров группы, которые сегодня грабуют наших всех граждан и бизнесменов на митнице, в фискальной службе, которые служат своими этими группами и получают в замену возможность найкраще державное предприятие Укргазводобудование, в том числе, эксплуатировать свою пользу. Вот что происходит реально. Поэтому, когда вы говорите про то, что могут эти люди, которые 20 лет были при владе, которые были в партии регионов, которые сегодня партнерами для Гройсмана, в том числе, и для Порошенка, в том числе, чи могут эти люди сегодня працювать на Крыму? Ні, не могут. Потому что это абсолютно логично, что сегодня нет голосов, и это не происходит. Когда вы говорите про блокирование трибуна, это совсем другая история. Если все европейские страны отреагировали негайно, министры пошли в отставку, некоторые примеры так же пошли в отставку, начались реальные расследования, генеральных прокуратур, и других следователей. Но давайте ради справедливости скажем, что не во всех странах все ушли в отставку. Доброе, не в всех, но есть большая количество стран, где эта реакция была мотива. И это абсолютно и факт. Что происходит в Украине? Такое впечатление, что ничего не произошло, что все нормально, и каждая черная порция информации про служение с офшорными рахунками, про выводить каких-то денег, просто иначе, воспринимается просто как жарт. Но президент же еще раз объявил о курсе на деавшаризацию. Ну, извините, но одна справа оголошивать, одна справа обещать, інша справа робить. Поэтому, когда мы говорим про то, какая наша позиция, наша позиция, и мы неодноразово заявляли, как партия воля, что мы вымагаем ТСК. И не только ТСК, а и закону, при том числе и следственной комиссии, чтобы ТСК не было реальных инструментов, чтобы она имела следственные функции, а не просто такая формальная, как сейчас это может быть. Все это требует времени, желания и политической воли. Будем рассчитывать на ТСК, потому что временная следственная комиссия покажет нам, по крайней мере, глазами депутатов, что на самом деле там происходит. Другое дело, потом прислушатели правоохранительных органов как-то будут реагировать. Это тоже вопрос. Спасибо огромное, Юрий, за визит к нам. Сегодня это не вопрос, это факт. Рады вам всегда. Приходите, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...